Мы снова в городе Санкт-Петербурге, северной автомобильной столицы России, чтобы познакомиться с новым вторым поколением Hyundai Creta, массовое производство которой развернется здесь уже с 1 июля. До России Creta добиралась долго. В Китае этот автомобиль, правда, под именем iX25, продают уже больше двух лет, а в Индии с весны прошлого года. Впрочем, нам полагается не полностью скопированный, а слегка подправленный вариант кроссовера. У нашей машины оригинальные бамперы и решетка радиатора, плюс задние фонари немного иной формы. Из-за новой оптики также пришлось перерисовать крышку багажника, а заодно переставить дополнительный стоп-сигнал повыше, на лезвие спойлера. Но это все отличие от индийской и китайской версий. От предшественницы вторая Creta отличается слегка подросшими габаритами. Клиренс сохранился на прежнем уровне, объем бензобака уменьшился, а литраж багажника увеличился. О технике, скажем коротко, все будет как раньше. Моторы, трансмиссии, подвески – техника хорошо знакома, что наверняка понравится нашей публике. Соответственно, динамические характеристики можно списать со старого поколения. Любую связку мотора и коробки можно выбрать и с передним, и с полным приводом. Любопытно, что дорогие версии заполучили систему, позволяющий менять характер движения автомобиля – экологичный, нормальный и спортивный. Салон практически идентичен индийскому, что для нас хорошо. У китайского вместо центральной консоли стоит огромная доска тачскрина, с которого предлагается управлять всеми функциями, включая управление микроклиматом. В наших широтах сенсорные экраны морозной зимой не всегда работают как положено. Поэтому традиционный блок климатики и батареи горячих кнопок – решение, безусловно, правильное. В базовой версии дисплей медиасистемы будет 8-дюймовым, а в топовых – на 10,25 дюйма. На выбор будут доступны 5 комплектаций, плюс одна приветственная на основе максимальной. Наполнение не раскрыто, но презентационные экземпляры щеголяли панорамными крышами, премиальной акустикой и другими интересными опциями. Также обещана фирменная телематика, при том ее, по прогнозам маркетологов, закажет примерно половина клиентов. Интересно, что первая Крета до сих пор остается на конвейере. Начало массового выпуска второй запланировано на 1 июля. Секретом о новой Крете осталась разве что цена. Обещано, что машина не должна сильно подорожать, но точные цены мы узнаем не раньше июля, а у дилеров автомобили появятся в августе. Редактор субтитров А.Семкин